Татьяна Захарова «Викантесса из другого мира» Читает Светлана Шаклеина Пролог Этот день был ничем не примечателен. Один из сотни или даже тысячи будних дней. Работы было немного, поэтому я решила прогуляться на обеде до Центрального рынка, чтобы купить домой фрукты. Стояла теплая летняя погода, хотя небо немного хмурилось. К вечеру обещали дождь, а я, как всегда, без зонта. Вечный оптимист. Чуть заметно усмехнулась, останавливаясь возле зебры у светофора. Наконец загорелся зеленый свет для пешеходов, и я уверенно ступила на проезжую часть. Успела сделать всего два шага, как по ушам ударил виск шин. Быстрый взгляд в сторону шума. Джип несся по проспекту с запредельной скоростью. Сейчас он явно пытался затормозить, но не успевал. Мимоходом понимаю, что это не моя полоса. Но тут же перевожу взгляд вперед и вижу девчонку в наушниках, которая что-то весело напивала себе под нос. Первый класс или второй? Срываюсь вперед, не думая о последствиях. В последнюю секунду девочка все-таки замечает опасность и замирает в ужасе, глядя на машину. Отталкиваю ее на тротуар и, не тормозя, делаю еще шаг, но все равно не успеваю. От удара подкидывает вверх, а потом со всего маха впечатывает в асфальт. В голове раздается оглушительный треск. А в следующую секунду я уже смотрю на свое тело со стороны. Растерянно оглядываю себя, еще не понимая, что произошло. Тело лежит неестественно, как у сломанной куклы. Взгляд стеклянный, а вокруг головы растекается лужа крови. Присмотревшись, понимаю, что разбила череп абордер. Я умерла? Нет, нет, нет. Я жить хочу. Я только жить хочу. И в этот момент какая-то неведомая сила затягивает меня в черную дыру. Ад? Пытаюсь сопротивляться, но это не помогает. Миг, и я оказываюсь в странной комнате. Хотя, возможно, это и не комната, из-за плотного серого тумана ничего не видно. Я услышал тебя. Мужской усталый голос заполнил все пространство. Ты не должна была сегодня умереть, поэтому я дарую тебе еще одну жизнь в другом мире. Только запомни, ты должна спасти три души, чтобы окончательно прижиться в новом теле. А в следующую секунду мир померк.